В студии 25-го часа Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. На поединок вызывается член общественной палаты Российской Федерации Вероника Крашенинникова. Они кочуют с канала на канал и, кажется, готовы говорить хоть об истории, хоть и по экономике, хоть и о диадезе на детской коже. Украинцы думают неправильно и нужно хорошенько отмассировать их сознание информационным способом или силовыми, если требуется. Хорошо поставленная речь и красивые титры лишь прибавляют уверенности. Зверюги, профи. Но не зря же они целые институты возглавляют. Вот это будет решать на самом деле в Вашингтоне. Правда, если долго смотреть федеральные каналы, может возникнуть простой вопрос. Это ж каким монстром надо быть, чтобы вот по любым вопросам в качестве эксперта выступать? Смотрите сами. История легко и просто. Невозможно. Просто надо смотреть исторический горизонт. Очевидно, это будет актуальным. Я полагаю, лет через 80-100. Экономика? Да слушайте, что дядя говорит. Структурная перестройка российской экономики. Целевое расходование средств. Где-то придется и затянуть пояс. Религиоведение? Вот вам экспертная оценка. Два высших должностных лица Украины – прямые адепты тоталитарных сет. Это должно быть зафиксировано. И подобных подборок можно сделать на пару дней эфира. Вот где широта кругозора. Зря хрустальную сову друзей удавали. При живом Коротченко-то. Вы нарветесь на то, что получите очень сильно по рукам и по другим частям тела, если будете соваться дальше, где есть российский национальный интерес. При этом всем по удивительному стечению обстоятельств, экспертные оценки этих товарищей в 100 случаях из 100 совпадают с генеральной линией партии. И хохлы фашисты, и от санкций всем только лучше. И Соединенные Штаты трепещут, глядя на поднявшегося то ли с колен, то ли на колене русского мишку. А Россию никто уже не сломит. Она с колен встала, понимаете? Встала. Ну а поскольку методички постоянно меняются, эксперты широкого профиля со временем начинают перечить Сибирь. Никаких агрессивных планов завоевывать НАТО, Прибалтику у России нет. Мы не позволим сапогами иностранных интервентов ходить по независимым государствам для того, чтобы свергать те или иные фигуры, которые вам не нравятся. Со стороны все это смотрится достаточно забавно. И не стыдно дядькам с якобы серьезных институтов в титрах в роли говорящих голов выступать. Мягко говоря, завуалированное прикрытие своей собственной неспособности принять те или иные решения, отвечающие интересам национальной военной промышленности. Но лишь слегка копнув, оказалось, это тот самый случай, когда стыдиться им точно нечего. Ведь за плечами многих псевдоэкспертов нет ничего, кроме обмана, интриг и липовых должностей. Когда он был уличен в том, что он носил нашивку, неподобающую урану, эта нашивка полагалась с офицером, принимающим участие в той или иной кампании. Причем машина пропаганды всячески пытается скрыть грязные пятна в биографиях своих говорящих голов. Удивляет позиция некоторых средств массовой информации, которые иногда цитируют и говорят, по мнению специалистов сам то, как считает директор сам то, ну хоть бы кто проверит. А в экспертах широкого профиля, прямо сейчас в антизомби. Украина сама нам поставляет новости в ежедневном режиме, и очень активно ситуация меняется на Украине постоянно. Она отлично разбирается в тонкостях украинской политики. Что касается МИДа Украины, поскольку власти нелегитимные, то это мнение, конечно, они могут высказывать, но нет никаких оснований к нему прислушиваться. Еще лучше знает историю Украины... Очень прискорбно на самом деле, что за теперь уже два года активной незалежности Украина так и не смогла придумать какую-то национальную для себя другую идею, кроме русофобии. И включает Вангу по поводу ИБЕС. Следующие попытки переворота в России будут делаться силами ультра-националистов и русских фашистов. Потоки сознания Вероники Крашенинниковой постоянно прикрывают солидные титры. Хотя вот в этом случае многое становится понятным. С августа 2012 года консультант главного редактора «Раша Тудей». Эта дама, правда, без собачки, не последний человек на канале «Раша Тудей». Такой себе спринцовки для промывания мозгов за границами России. Но в этой истории куда интереснее другое. Ведь главная цель большинства экспертов широкого профиля – публика внутри самой страны. Америка ведет себя как паханно в этой самой тюрьме. Но дело в том, что паханно не выдает себя засветоч демократии и свободы во всем мире. Их задача чем-то напоминает кетчуп, с помощью которого зрителя можно заставить проглотить, казалось бы, вообще несъедобный пропагандистский продукт. «Слышал, Васька, вон независимые эксперты слова Путина об Украине подтверждают. Да еле пенились хохлы. Вот он, шах и мат». На Украине нет информационной войны. На Украине информационный террор, информационная блокада. Правда, чтобы работать на «Раша Тудей» и слыть независимым экспертам, той же Веронике Крашенинниковой часто приходится использовать вот этот титр. «Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив». Согласитесь, солидно. Руководитель целого института, да еще и название мудреное. Людям должно понравиться. Меньше директора никого туда не берут. А если кто-то приходит, кто не директор, ему говорят, ну вы хоть институтик создайте. Или давайте мы вам сейчас придумаем. Вот вы же можете меня протитровать президент Академии погибели Кремля. Можете? Ну запросто. А потом кто-то полезет в интернет проверять, а там нет ничего. Конечно, нет ничего. Это мы только что с вами придумали. Ну а дальше самое сладкое. Находим сайт указанного института. И в разделе «Структура» видим кого? Верно, ту самую Веронику Крашенинникову. И никаких тебе научных сотрудников подразделений и отделов. Здесь-то и закрадывается страшное подозрение. Как бы в институте с длинным названием не работал аж один человек. А это фотография дома, по адресу которого якобы расположен указанный институт. Ну что, похоже на научный центр. Мы очень всматривались, но постоянно возникало ощущение. Это же обычная многоэтажка. И как бы целый институт, кочующий в титрах с канала на канал, в реальной жизни не оказался прямо в квартире его директора и, вероятно, единственного сотрудника Вероники Крашенинниковой. Она выходит в халатике таком, в цветочек, а там приходят другие эти профессора, вот в маечках и в штанах с календумами. И они там на лестнице и обсуждают, потому что, ну что дома? Тихо, дети спят. Похожая история и с вот этим любителем неспортивных прогибов. Украина – это черная дыра, где нет ни законной власти, ни органов правопорядка. Этот якобы военный эксперт буквально не вылезает из телевизоров россиян и готов вещать когда угодно, о чем угодно. Американская разведка подтвердила факт пуска украинскими военными оперативных ракет по городам Донбасса. Вот что значит толковый мужик. Сразу видно, солидный эксперт. Не нарадуется у экранов россияне. При этом не особо задумываясь, какую колоссальную работу проделали в Кремле, чтобы народ вдруг не разочаровался в Кумире. Видимо, Обама с гугл кэшем сохранил вот эту статью московского комсомольца за 2012 год. И вот уже оказывается, якобы видный военный эксперт Коротченко, известный любитель рассказать об Украине в гостях у Соловьева. Я могу совершенно четко сказать, что накануне крымского референдума была создана группировка ударная украинской армии, которая отрабатывала план вторжения и ведения боевых действий. На самом деле, простой аферист, который с момента увольнения из армии... В 1994 году из Центра комплексного технического контроля Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с должности начальника группы Игорь Коротченко был уволен. Под разными благовидными предлогами окучивает бюджет Министерства обороны. Когда господин Коротченко был председателем общественного совета, он занимался таким вопросом, как формирование положительного имиджа Вооруженных сил. Сколько денег Сердюков выделял? 5 миллионов. А это уже фильм на пятом канале Петербурга того же 2012 года. Еще раз повторяем, это не украсми врут. Это верные эльфы Ники Стрижак. За несколько лет до войны правду матку рубят. Начать все-таки следует, наверное, с момента его увольнения из рядов вооруженных сил. Точнее, это было не увольнение, а изгнание. Если кратко, то известного эксперта Коротченко выгнали со службы по самой позорной для офицера статье. Он уволен с формулировкой. Офицер перестал соответствовать требованиям закона. Он уволен за слив закрытой конфиденциальной информации. Кому? Министерство обороны. Это по октябрьским событиям 1993 года. Чуть позже, благодаря связям, он получает должность полковника. И военная прокуратура, распознав афериста, поднимает огромный скандал. Изготовил себе фальшивое удостоверение, на корочках которого написано «Генеральный штаб вооруженных сил». Это удостоверение мы показывали двум начальникам генеральных штабов. Оба сказали, что видят этот документ первый раз. Федеральные каналы выпускают сюжет за сюжетом. Страна в шоке. Вороватый дядька с хорошими знакомствами сумел стать руководителем общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Даже на должности гораздо более низкого порядка проходят проверки, полгода. Обязательно. Проверяют там тебя до седьмого колена. Человек присутствовал на совещаниях у министра обороны Сердюкова. Совершенно верно. А министр обороны решает государственные задачи. Зрители у экранов дружно негодуют. Вот это же как такого прайдоху и хопача к государственным деньгам пустили. Ну прям же по телевизору говорят. Осваивает дядька денюжку. Тогда граждане России еще не знали, что человека, которым прямо в эфире скажут вот так. Как в летописи сказано было, вместо достойнейшего назначили удобнейшего. Этот человек, мое предположение, незаконно получил звание полковника. Вряд ли заканчивал Академию имени Фрунзе. А в 94-м году был уволен из вооруженных сил по компрометирующим его обстоятельствам. Со временем на этих же каналах превратиться в видного эксперта по всем вопросам. Просто красавчика, да и вообще авторитетного человека. Их интересует не истина, а подтасовывание фактов для того, чтобы оправдать первоначально озвученную версию. Кстати, как и Крашенинникова, Коротченко тоже руководит целым институтом, которого в реальности просто нет. Во-первых, невозможно разыскать офис этого центра. Он зарегистрирован то ли по адресу детского садика, то ли по адресу плавательного бассейна. Всего каких-то 4 года назад аферисты позор нации. Зато теперь герой и настоящий столб русского мира. И не зря говорят, что в стирании памяти и кроется вся суть пропаганды. Ведь если бы они хотя бы не перечили себе же, то одним экспертам широкого профиля точно было бы меньше.